Всем привет! С вами Ети и в данном видео мы разберем такую тему, как углеводная загрузка перед соревнованиями. Каким образом она проводится, как выглядит последняя неделя подводки по бодибилдингу. То есть, каким образом бодибилдеры манипулируют с углеводами, с водой, с другими какими-то составляющими питания. Исключим отсюда прием диуретиков и мочегонных средств. В данном разборе этого не будет. Что касается питания, мы сейчас, естественно, разберем. Итак, давайте с чего начнем. Начнем, наверное, с того, что я наткнулся на довольно интересное исследование стратегии поведения бодибилдеров в последнюю неделю перед соревнованиями. И 92-94% бодибилдеров придерживаются того, что манипуляции с углеводами они все-таки проводят. И с какими-либо другими компонентами. Только 6-8% бодибилдеров выходят на сцену такими, какие они на сушке. То есть, без какой-либо стадии подводки. Просто элементарно форма более-менее хорошая, они режут углеводы и стабильно выходят незагруженными. Все остальные пытаются манипулировать с углеводами всячески и с потреблением жидкости. Так вот, был проведен опрос по нескольким, как минимум, бодибилдерам и по их стратегиям поведения. И, естественно, они выделили там свои составляющие их подготовки. То есть, назвали количество воды, которую они потребляют и прочие-прочие данные. Так вот, давайте их сейчас проанализируем. Примерно вот так выглядит последняя неделя. Она делится на стадию истощения примерно 3 дня и на стадию загрузки. То есть, можно условно поделить на 2 составляющие. Для чего нужна стадия истощения? Стадия истощения применяется относительно углеводов. То есть, как правило, в бодибилдинге живет мнение, что чем больше у вас гликогена, тем больше ваши мышцы. То есть, бодибилдеры всяческими способами пытаются выйти на пик запасов гликогена в своих мышцах для того, чтобы выставить максимальные объемы. Кстати, у ученых по этому вопросу очень интересная позиция. Несколько исследований показывают, что максимизация запасов гликогена не приводит к значительному увеличению мышечных объемов. Гликоген незначительно влияет на мышечные объемы. Это тоже нужно все-таки запомнить. Поэтому, если вы не знаете, как сделать последнюю неделю загрузки, то в принципе в объемах вы не сильно там прибавите. Вообще, в принципе, вот эта стадия подводки, основная ее цель это убрать лишнюю жидкость из-под кожи. А в принципе мышцы, они какие у вас есть, они незначительно изменятся от того, загрузитесь вы или не загрузитесь. Опять же, есть там свои нюансы, погрешность на генетику, на то, каким вы подошли к этой неделе. То есть, либо вы максимально залитый, либо вы наоборот пустой. Поэтому стратегии могут быть разные и мы разбираем одну из них. Так вот, что касается стадии истощения. Во времени ее потребляется пониженное количество углеводов. То есть, это примерно 40-50 грамм в сутки всего лишь. И при этом проводятся каждодневные круговые тренировки. То есть, на протяжении трех дней. И за это время истощаются запасы гликогена в мышцах. И затем мы пытаемся вызвать суперкомпенсацию по запасам гликогена. То есть, потребляется повышенное количество углеводов в сравнении с любым стандартным днем. То есть, в первый день, как мы видим, потребляется после стадии истощения максимальное количество углеводов. Затем потребление углеводов линейно снижается. То есть, цифры, которые они там выделили, это 13 грамм углеводов на килограмм веса тела в первый день загрузки. Во второй день загрузки 9 с небольшим грамм углеводов на килограмм веса тела. И в последний день перед соревнованиями это 4-4,5 грамма на килограмм веса тела. То есть, вот примерно такое количество углеводов они потребляют. И если применить математику, то мы получим, что человек там весом 80 килограмм потребляет порядка 1000 грамм углеводов в сутки. Я не знаю, целесообразно это или нет, но это действительно приводит к тому, что запасы гликогена увеличиваются в мышцах. Причем выходят на пиковый уровень в сравнении со всеми днями во время сушки. Ну то есть, гликогена в мышцах становится значительно больше. Вот такая манипуляция с истощением в течение 3 дней вызывает обратную реакцию. Тело старается компенсировать и запасти гликогена гораздо больше, учитывая, что перед этим были такие активные физнагрузки без еды. Ну и естественно, тело пытается запасти как можно больше в своей мышце. Так вот, по первой, наверное, определились. Уменьшаем количество углеводов до значительного уровня, почти до полной безуглеводки на протяжении 3 дней. Потом потребляем очень большое количество углеводов. Какое это качество углеводов? Как правило, в первый день загрузки, когда потребляется максимальное количество углеводов, потребляются как продукты с низким гликемическим индексом, так и с высоким. И на мой взгляд, это кажется логичным. Потому что, когда наши гликогеновые депо пустые, наши мышцы нацелены на то, чтобы забрать всю глюкозу в себя. То есть, впитать максимальное количество гликогена. И поэтому глюкоза никуда, кроме мышц, особо распространяться не будет. То есть, она не будет откладываться в жир, например. Это прекрасно понятно. И поэтому качество углеводов особой роли не играет в этот день. То есть, потребляется почти всеми бодибилдерами, как сложные углеводы, так и простые углеводы. А вот в последние два дня все предпочитают потреблять преимущественно сложные углеводы. Для того, чтобы не запороть свою форму. То есть, в первый день загрузки цель выйти на пик по запасам гликогена. А затем этот уровень удержать. Просто потребляя необходимую норму по количеству углеводов. Так вот, с углеводами определились. Что касается воды. Как правило, стратегия конкретно тех бодибилдеров была следующей. Резкий пик, повышение потребления количества воды. Некоторые бодибилдеры потребляли вплоть до 12 литров. Я таких живую не встречал. Я встречал только тех, кто потребляли 8 литров максимум. Но там в исследовании отмечались даже люди, которые потребляли 12 литров. Затем потребляли 8 литров. То есть, на первый день загрузки приходилось максимальное потребление жидкости. 12 литров. На следующий день 8. Потом 6 или 4 даже. Ну, то есть, 6 или 4. И потом они выходили на сцену. То есть, значительно повышали потребление жидкости. Пик приходился на момент потребления большого количества углеводов. А затем это количество очень резко резали. Но у нас, как правило, более распространенной схемой является 5, 4, 3, 2, 1. По количеству потребленных литров жидкости. То есть, более плавная схема и не такая жесткая, естественно. Поэтому стратегии могут быть разными и у всех свои способы. Основная цель такой манипуляции это повышение диуреза. То есть, ускорение мочевыделения, скажем так. Почки активно начинают качать ту жидкость, которая потребляется нашим организмом. И, соответственно, по инерции наш диурез находится на высоком уровне. Уже после того, как мы начали потреблять даже меньшее количество жидкости. И эта инерция сохраняется в течение нескольких дней. Соответственно, в последний день, в день соревнований, никто практически не потребляет жидкость. Кто-то не потребляет с 6 часов вечера прошлого дня. Кто-то с 9, кто-то с 10 и так далее. Но в последние сутки, как правило, никто уже не пьет. И, соответственно, таким способом, ускоряя свой диурез, в течение нескольких дней теряется очень большое количество жидкости из-под кожи. Так вот, основной нюанс касаемо гликогена. В принципе, для того, чтобы получить гликоген, необходимо на каждый грамм глюкозы потребить от 2,7 до 4,3. Вот такие размытые рамки грамм жидкости, то есть воды, в принципе, для того, чтобы получить какое-то количество гликогена. То есть, необходима правильная пропорция. И здесь она, естественно, не соблюдается. И потребляется даже большее количество жидкости. Но дело в том, что когда потребляется большее количество жидкости, натрий, как правило, все режут. То есть, либо режут в течение всей недели, если вы совсем прям залитый. То есть, если в вас накоплено огромное количество натрия, перед этим вы четмилились на фастфуде, например, еще неделю буквально назад. То, естественно, что делать? Режется полностью натрий, потому что его накопилось в теле много, а значит будет держаться вода под кожей. Но большинство режут именно в последние 3 дня. И это не приводит к критичным изменениям. Потому что, если вы были истощены по натрию в предыдущие дни, то в последнюю неделю, урезав капитально натрий, вы, естественно, сломаете этот самый насос и вас просто зальет. Потому что внутриклеточная жидкость переместится во внеклеточное пространство. То есть, просто от того, что вы перестали совсем потреблять натрий. Поэтому потребление натрия в последние 3 дня сводится до 1 грамма. То есть, это такая схема, при которой вы особо не пострадаете. 1 грамм натрия в сутки за 3 дня до соревнований, за 2 дня и за 1 день до соревнований. То есть, вот на то количество углеводов, естественно, которое я указывал. И почти все бодибилдеры действовали таким методом. Некоторые, естественно, урезали за неделю, как я уже сказал. Так вот, для чего это делается? Это делается для того, чтобы запасти максимальное количество воды в мышцах и снизить, естественно, количество воды под кожей. То есть, основная цель такой манипуляции. Потому что натрий, как нам известно, способствует тому, что наша жидкость задерживается во внеклеточном пространстве. То есть, например, под кожей. И, естественно, мы визуально будем гладкими. Когда понижается количество натрий, естественно, не на длительном промежутке времени. В течение трех дней этот насос натриевый будет функционировать. И вода будет обмениваться между внеклеточным и внутриклеточным пространством. То есть, циркуляция будет происходить. Если мы порежем до такого уровня в течение месяца, то в конечном итоге нас начнет заливать на каком-то этапе. Но в течение трех дней такой ситуации не наблюдается. Поэтому в последние три дня натрий резать можно. И здесь хотел бы еще напомнить по поводу вот этого соотношения для производства гликогена. Для того, чтобы он получился. Необходимы жидкости, необходимы углеводы. Дело в том, что если вы воды не будете потреблять, то вас толком не загрузят. И это точно. Поэтому потребление жидкости на максимальном уровне и потребление углеводов на максимальном уровне в рамках одного дня. Дело в том, что даже если вы залиты и вы это видите, то ваша основная цель это слить жидкость из внеклеточного пространства и наполнить внутриклеточное. То есть не прокатит та ситуация, что вы, например, внеклеточную жидкость каким-то образом можете переместить внутрь мышц. Многие таким образом заблуждаются. То есть, например, говорят люди, что я вот сейчас наем кучу риса, допустим, или там сладкого чего-то. И моя внеклеточная жидкость вдруг всосется в мышцы. То есть вот отсюда вода уйдет, а придет в мышцы. Дело в том, что такое не происходит на практике. Такое происходит, знаете, в каких случаях, когда вам действительно кажется, что вы съели углеводов, мышцы наполнило, а вода из-под кожи ушла при этом, а не накопилось там. Такое происходит только в случае, если у вас усилилось потоотделение от потребления углеводов. То есть ваш организм был в состоянии платы и термогенеза практически не происходило. Вы поели много углеводов и у вас повысился термогенез и, естественно, вы начали потеть. То есть вы пропотели, вы слили большое количество воды из-под кожи и при этом углеводы задержали жидкость внутри мышц. То есть, по сути, вы что сделали? Вы увеличили количество таким образом внутриклеточной жидкости, а внеклеточную вы потеряли не от того, что внеклеточная переместилась внутрь клетки, а из-за того, что, скорее всего, вы просто пропотели. А когда мы потеем, мы теряем преимущественно внеклеточную жидкость. Скорее всего, цель в бодибилдинге именно потерять внеклеточную жидкость и запасти достаточное количество внутриклеточной, а не переместить внеклеточную во внутриклеточную. Такое может происходить, но если эта вода держится где-то там в кишечнике, например, и так далее. То есть такая ситуация, в принципе, может быть. Что касается других составляющих. Другие составляющие это, например, витамин С. Многие придерживались того, что в последние три дня потребляли повышенное количество витамина С. То есть от 2 грамм примерно до 5. Варьировалось. То есть многие повышали количество витамина С очень плавно. Кто-то просто брал стандартное количество, там 5 грамм, допустим, и пил на протяжении трех дней. Так вот, этот нюанс тоже стоит уяснить. По поводу алкоголя. Многие пили либо за сутки до соревнований, то есть в ночь. Ну, например, это снимает лишнее волнение. Кроме того, стимулирует диурез, то есть выводит лишнюю воду. Кроме того, некоторые применяли это перед пампом. Ну, то есть перед стадией закачки пили чуть-чуть там крепкого какого-либо напитка, например, виски. И накачивали свои мышцы. Таким образом, если оценить воздействие алкоголя на сосуды, то в принципе понятно. Это даст лучший памп. Что касается потребления натрия непосредственно в день соревнований. Здесь люди поделились на два типа. Одни вообще его не потребляют, исключают полностью. А другие, собственно, потребляли натрий. Но, например, одни это пьют с утра. Ну, например, какой вариант это может быть? То есть небольшое количество, примерно 50 мл томатного сока, еще и туда добавленная соль. Это все вбивается с утра. И таким образом люди думают, что вода всосется внутрь мышцы. Но на самом деле этого не происходит. На самом деле все, что происходит, это расширяются вены. Что делает вас визуально суше. Потому что в первую очередь натрий расширяет наши вены за счет того, что увеличивает количество плазмы. То есть самым рациональным решением будет принимать в этот день, в принципе, натрий непосредственно перед стадией пампа. Потому что в таком случае вы не рискуете тем, что вас зальет. Некоторых может залить от того, что вы с утра выпьете этот натрий. Но если вы выпьете это непосредственно за 20 минут до сцены, за 30 минут до сцены, когда нужно начинать закачиваться. То есть 50 мл томатного сока, плюс необходимое количество натрия, то даже вот эта потребленная жидкость, она вся уйдет в ваши вены. То есть ваши вены визуально расширятся. И делать это стоит, если у вас вены вдруг резко пропали. То есть на сушке они были-были, а вы начали резать натрий, и у вас вен практически не осталось. То есть вы гладкий. И естественно, чтобы добавить этот визуальный эффект, можно выпить этот самый натрий. Тем более, что вы понимаете, что у вас вены были больше. Ну объективно были больше еще неделю назад, а сейчас вы будете выглядеть хуже. Так вот, вы выпили эти 50 мл, и они пошли вам в вены, и они их расширили. И естественно, вас не будет заливать там первые 30 минут, пока вы будете пампиться, когда вы выйдете на сцену, если вы потребили вот такое количество соли. Но если вы выпьете с утра, то риск уже значительно выше. Поэтому нюансы с натрием, как правило, говорят о том, что в последние 3 дня перед соревнованиями можно порезать до 1 грамма, но полностью ни в коем случае не убирать. А в начале недели вообще с ним никак не играть и оставлять на том же примерно уровне, как было в течение всей вашей сушки. И уже смотреть по ситуации. Опять же, нюансы могут меняться, кому-то нужно побольше сливать, кому-то нужно сильнее грузиться. Там даже схема загрузки углеводами у всех разная. Кто-то грузится вообще один день, кто-то 5 дней. С потреблением воды такая же ситуация. Мы просто разобрали среднестатистическую схему. Подводки к соревнованиям. Примерно все, что происходит. Это стадия истощения, стадия загрузки. Стадия загрузки водой, потом стадия урезания количества воды. Плавные, линейные. Ну и соответственно вот на этом все базируется. Таким образом бодибилдеры проводят необходимые манипуляции для того, чтобы убрать жидкость из-под кожи и наполнить свои мышцы. Не у всех это получается и естественно такие схемы должны обкатываться постоянно, в каждый момент времени. Тут действительно нужен просто опыт. То есть знания, да, здесь помогут, но конкретно к вам они могут быть неприменимы. Поэтому придется многим пройти там через 10 сушек и выходов на сцену, чтобы понять какая схема действительно работает. Так вот, к источникам белка, жиров и углеводов давайте последнюю оговорку сделаю. Какие должны быть продукты. Как правило, если это предполагается высокий гликемический индекс, то там используется в принципе все. Джемы, мед, все это было указано в исследовании. Виноград, изюм и все подобные вещи. В том числе белый рис и прочие продукты, которые легко усваиваются. Что касается белка и жиров. По жирам там указаны даже орехи, но на мой взгляд в последнюю неделю употреблять орехи нерационально. Они все оказываются в унитазе максимально быстро. Организм их просто не усваивает. И белок усваивает не весь. То есть как минимум нужно исключить точно всякие говядины, которые вообще не переварятся. Куриное филе тоже с особым трудом. Скорее всего желательно переходить на протеин. Но желательно выбрать низконатриевый и опять же считать натрий. Вот в последнюю неделю нужно считать, чтобы зафиксироваться на том уровне, на котором вы были. Перейти на низконатриевый протеин. Какие-либо смеси, которые легко усваиваются естественно. По жирам выбрать омегу-3, какие-либо масла. Авокадо. Можно какие-то жирные сорта рыбы. Например, чтобы получить и белок, и жиры одновременно. Жирную рыбу поесть. Которая тоже довольно эффективно усвоится. Потому что ее волокна, но они не такие грубые, как например у той же говядины. То есть легче гораздо переварится какая-нибудь тилапия там например. Вот на этом я думаю и все. До новых встреч.